Всем привет! Впервые сделана операция по пересадке легких ребенку. Нефтедобыча стала экономнее, а ранние подъемы по-прежнему не приводят ни к чему хорошему. Подробности далее. Российские врачи в Федеральном научном центре трансплантологии искусственных органов имени Шумакова сделали первую в стране успешную пересадку легких 13-летней девочке с диагнозом муковисцидоз, тяжелым генетическим заболеванием, сопровождающимся повышенной восприимчивостью к инфекциям и нарушением дыхательной системы других внутренних органов. Врачи применили свою уникальную разработку – новый метод насыщения крови кислородом. Директор института Сергей Готье, проводивший операцию, рассказал, что ребенок смог дышать самостоятельно уже спустя 18 часов после операции. Через 25 дней после трансплантации она уже смогла обходиться без дополнительной кислородной нагрузки. Научная группа Нилбиоконтроль, входящая в САЭЭКОНЕФТЬ, предлагает заменить синтетические ПАП, используемые для снижения вязкости нефти в скважине, на их более безобидные аналоги биологического происхождения – биосурфактанты. Кроме решения проблемы загрязнения, разработка экологов КФУ позволяет взглянуть по-новому и на процесс добычи нефти из пласта. ПАП за счет снижения поверхностного натяжения нефти меняет ее структуру. Нефть в скважине становится менее вязкой, покидает поры породы, то есть для ее доставки на поверхность необходимо затратить гораздо меньше энергии. При этом ПАП ухудшают качество добываемой нефти. Микроорганизмы же могут синтезировать несколько разновидностей биосурфактантов в зависимости от условий, в которых находятся. То есть биологические ПАП более гибкие и универсальные. Отличные новости для королей ночи. Американские ученые из Техасского университета пришли к выводу, что раннее пробуждение может негативно сказываться на психическом здоровье человека. Люди, которые не любят рано вставать, но вынуждены это делать, из-за рабочего или учебного графика весь день чувствуют себя разбитыми и чаще раздражаются. Постоянное нарушение естественных биоритмов может расшатать нервную систему и негативно сказаться на психике человека, отметили авторы исследования. В связи с этим ученые предложили работодателям вносить правки в рабочий график. Работники станут более собранными, у них снизится раздражительность, повысится мотивация и качество работы улучшится. Это были самые сенсационные новости науки на сегодня. Пока!